Под действием спецконфискации подпадают даже такие статьи, как 112 и 112 Прим Криминального Кодекса, где говорится про ухиление от платы податков и ухиление от платы единого социального внесения. Теперь у меня простое вопрос. Криминальная справа еще продолжает. Подприемцы не довели, что он не заплатил податки. А деньги, которые у него на руках, уже конфисковали. То есть, где логика? Причем тут Янукович? Где тут Янукович и где его клика? А возможно возникновение в стране, просто возбуждение ряда уголовных дел только для того, чтобы... Ну то есть, злоупотребление этим законом. Секундочку, Олексей. Закинчи логику. Теперь далее. Суд конфискували у человека, у предприемца майно. В будь-якого. При нашей правоохоронной системе и наших коррумпованных прокурорах, это очень легко. Для показников, которые доводят, что мы должны стягивать, вы знаете, что такое показники в правоохоронных органах. Выдушуют, чтобы обеспечить показники, отримать орден, награду или оставить место. Что дальше? Людина выиграет суд, ему должны повернуть. А эти деньги возвращают тогда, когда в бюджете есть статья о повернении денег по судовым решениям. А ее нет в бюджете. Как дальше он будет возвращаться? В Европейские суды возвращаться или что? То есть, на сегодняшний день, когда вы говорите, мы номер один в Европе по невыплатам, по решению права суда по правам человека. Борислав, это решение еще нужно задать несколько лет. Давайте я закончу. То есть, на сегодняшний день, уже на майже полтора года бреше уряд, бреше фракция Народного фронта, или фронта изменения, я уже забываю, как они называются, они меняют название, про то, что это против Януковича. Да ничего там Януковича не имеет. Это вопрос сегодня, поставить всех и вся на колено и выбрать все. И сегодня это вопрос выборного правосудия. Мы не изменили суды, мы не изменили прокуратуру и полицейскую государь. Мы сами ствердили только, что мы створим полицейскую государь и тут же даем механизмы, которые просто уничтожают общество.